Очагом коронавирусной инфекции как в старом, так и новом свете все чаще становятся дома престарелых. В последние дни там произошло несколько совершенно чудовищных историй. Персонал просто бросал своих подопечных без всякого ухода. Далее подробности. Американская медицина остается самой дорогой на планете, уступая только медицине Маршаловых островов. И при этом всегда считалась одной из лучших. Коронавирус скрыл все ее недостатки, но не дал проявиться ни одному из достоинств. Эпидемический удар пришелся на самые уязвимые слои общества. От инфекции несут наибольшие потери бедные и пожилые. Полиция нагрянула по анонимному звонку в морг одного из массачусетских домов престарелых. И обнаружила там 17 трупов без свидетельства о смерти. Все они были жертвами коронавируса, но, похоже, властям об этом сообщать не планировалось. Усопших, тяжком молчком, готовились либо похоронить, либо передать родным. Нарушен ли какой-то закон? Нет. В данных обстоятельствах нарушений мы не нашли. Нет у этого дела судебной перспективы. История выглядит мерзкой, но еще более чудовищное случилось за пару дней до того в Калифорнии. Там медперсонал просто не вышел на работу. Власти узнали об этом через двое суток. Стариков накормили-напоили и обнаружили среди них три десятка больных коронавирусом. Чудом никто не умер. Всех тут же развезли по больницам и другим пансионатам. Мы эвакуировали 84 пациента из этого учреждения. Мне тяжело об этом говорить, но два дня назад большая часть сотрудников просто перестала ходить на работу. Они опасались за свою жизнь. В Испании расследуют уголовное дело. Еще в марте в одном из пансионатов армейские санитарные команды нашли брошенных пациентов. Живых и мертвых. Настолько жутких историй больше не случалось. Но многие дома престарелых превратились в очаги эпидемии. При этом персонал оттуда разбегается. Малочисленные оставшиеся едва обеспечивают уход. Не лучше дела обстоят в Соединенном Королевстве. Что происходит за стенами домов престарелых – тайна для родных, врачей, правительства. Зараженных тысячи, больных сотни. И это самая осторожная оценка. Сообщается, что растет количество смертей в домах престарелых и инвалидов. Но мы даже не знаем толком, сколько их. А нет точной статистики, нет ориентиров для правительства. И, следовательно, невозможно предложить правильные методы помощи пожилым. Похожие драмы, грозящие стать трагедиями, случились в Смоленской области. Там в Вязьме обнаружили полсотни зараженных. В Германии, где случайно диагностировали коронавирус у 70 постояльцев пансионата. А еще в Италии, Швеции, Дании. Проблема, конечно, в выборочном тестировании. Заражение обнаруживают либо случайно, либо когда уже образовался эпидемический очаг и появились многочисленные больные. Но причины у этого бедствия всюду ровным счетом две. Людская халатность и несовершенство управленческих процедур. Выяснилось, что национальная медицина может быть сколь угодно дорогой и даже считаться наилучшей. Но здравоохранение – это система. А задача этой системы – не столько творить порой чудеса и ставить на ноги безнадежных, сколько беречь общество от опасности, защищая не только каждого, но и всех. Олег Романов, Дмитрий Толюк, агентство Теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова